Париж Доброе утро! В гостях у нас сегодня Дмитрий Варис, боксер, многократный чемпион, который привез очередную боевую победу, на этот раз из Парижа. Доброе утро! В гостях у нас сегодня Дмитрий Варис, чемпион мира и Европы по кикбоксингу и тайландскому боксу. Здравствуй, Дима! Дима, мы тебя поздравляем с боевой победой в Париже. Знаем, что ты там недавно был. Смотрели, переживали. Расскажи, что это был вообще за бой, почему решил принять участие? Тебя пригласили поучаствовать или как? Спасибо! Это был французский промоушен Golden 5. Бой проходил 1 декабря. Организаторы еще связались летом со мной, предложили выступить у них на турнире. Я дал координаты тренеру, мы там обговорили все условия, подписали контракт и задолго уже начали подготовку. Но это серьезная, весомая, значимая победа? Знаете, все победы, они значимые и имеют для меня большое значение. Говорить о каком-то титульном бое – это одно. Это был рейтинговый бой. Я на него также хорошо и упорно готовился, как и ко всем остальным турнирам. А в чем отличие рейтингового боя от титульного боя? Титульный бой – это ты завоевываешь звание чемпиона мира, чемпиона Европы. А рейтинговый бой – это ты набиваешь себе рейтинг, либо твой соперник хочет набить себе рейтинг за счет имени, твоего имени. То есть ты создаешь себе имидж такими боями, да, я так понимаю, какой-то своеобразный? Ты говоришь о себе, предоставляешь страну, чтобы в дальнейшем проявить себя на каких-то титульных-титульных боях. Тебе после рейтинговых дают уже возможность побороться за пояс и звание чемпиона мира, либо Европы. Ну, я думаю, у твоего соперника не получилось за счет тебя свой рейтинг поднять. Наоборот, немножко даже поопустил. Когда был нокаунт? Сколько времени прошло? Это был четвертый раунд, вот. Где-то первая минута четвертого раунда. По поводу боя, как-то он в первом раунде не очень хорошо складывался, что-то мне было неудобно, некомфортно. Все, что я не прочувствовал. Да, не прочувствовал, не размялся, может быть, не разогрелся, потому что у тренера была травма. Не получилось так подвести себя, как это было в прошлые разы, потому что у него там, повторюсь, была травма, и мы не смогли поработать на лапах. Вот со мной работать на лапах. На лапах это в таких штуках, которые... Ну, мало ли я просто тебе. Да, вот. Надо все объяснять, как бы, титульный от рейтингового боя. Я спрашиваю у Дмитрия. Помогал мне другой человек, вот, поэтому не особо я и размят был, и в первый раунд такой немножко суетливый был. Все, что не сделал, соперник все видел, все приугадывал, и немножко такой, я нервничал. Ну, а потом, скажем, раундом набирали обороты, как один из тренеров наших говорит, включая следующую передачу. Твой соперник, вот, это был сильный соперник? Он вообще француз? Как ты его оцениваешь? Ну, он, да, он неплохой, он очень опытный. Вот, за недолго мне поменяли соперника, причем у меня друг приехал поболеть за меня с Англией, и говорил, что уже неделю знал, что у меня меняется соперник, а мы это узнали за, там, два дня до турнира, и то мы спросили, вот, и организаторы сказали, что мой, с которым я должен был сражаться, он получил травму, и чтобы бой не отменить, мне поменяли другого соперника. Ну, а по твоим, скажем так, внутренним переживаниям, это перемена к лучшему или к худшему, наоборот? Ну, да, просмотрел его буквально два боя, понятно, что ты готовишься к одному, вот, а все тут предоставили другого, и немножко себя некомфортно чувствуешь. Ну, это подстава какая-то такая. Ну, немножко, да, но посмотрев, там особо изменений не было, потому что готовились под левшу, и этот тоже оказался левшой, поэтому все нормально, я не переживал. Все сложилось замечательно. А подготовка началась прямо с лета, вот, как только ты узнал, что будешь участвовать, тебе предложили, и с лета сразу начал готовиться, да? Я всегда себя держу в форме, я всегда тренируюсь, вот, у меня отпусков как бы не было. Начал подготовку конкретно за полтора месяца, вот, туда входили и режимы, и диеты, и питание, и план тренировочный где-то, и двухразовые тренировки в день, вот, один из этапов. Ну, подводился вроде неплохо, и все хорошо получилось. А расскажи о роли тренера, вот, в твоей, скажем так, профессиональной жизни и в твоей деятельности. Ну, тренер – это одна из значимых фигур, которая помогает тебе добиться твоих результатов, вот, и без него, без него никуда, и я во многом благодарен ему, потому что все, что я не делаю, это, ну, не мои заслуги, это наши заслуги, и в основном заслуги тренера, это работа над ошибками, вот, подведение, психологический какой-то настрой. Как давно ты, в принципе, вообще занимаешься боксом? С детства? Да, с детства занимаюсь я с 10 лет, вот, наверное, было таких два весовых течения к занятию тайскому боксу. Одно из них – это мой старший брат, вот, которым я всегда был примером для меня. Что бы он ни делал, я всегда там по его пятам шел, там, что бы он не покупал, там, какие-то новые кроссовки, у меня тоже должны быть такие же. И брат занимался боксом, да? Да, брат занимался боксом, и я решил тоже вслед за ним пойти. И второе – это было там, я вырос в 90-х годах, где как раз появились фильмы, там, боевики, визики, там, с Ван Даммами, Брюс Ли, Чак, Бхэшевские эти переводы. Да, Сталлоне, вот, и каждый ребенок старался подражать им, пересматривали эти кассеты «Дадер», там, и садились на шпагаты, там, что-то били ногами. Ну, я думаю, в случае с Дмитрием это не Сталлоне, а Жан-Клод Ван Дамм, у него больше стиль, наверное, похож. Да, конечно. Наверное, были там ряд ребят, которым нравились там Сталлоне и Шварценеггер, да, они входили в тренажерный зал, Сталлоне, да, в качалке, там, остальные Ван Дамм, Брюс Ли, там, да, остальные били мешки, там, садились на шпагаты. Учили работать ногами. Что в спорте, Дим, главное, победа или участие? Победа важна вообще? Хороший вопрос. Знаете, так как я максималист, для меня важна победа, участие. Если ты приходишь за участием, ну, это большой шаг, большой шаг назад, вот. Вот, и всегда учу своих ребят, своих подопечных, что надо только настраивать себя на первое место, вот, только выигрывать, поэтому мы ездим за выигрышем. Допустим, на случай, да, там, чемпионат мира, чемпионат Европы, весовой категории 16 человек, и когда ты занимаешь, вроде, второе, третье место, да, ну, это неплохо. Для меня это проигрыш, это первое место, поэтому, ну, это не наш девиз, вот, что главное. А победа любой ценой? Победителей не судят, или как? Бой ценой, как-то такое, знаете, двоякое ощущение, когда ты выходишь сражаться, там, ты защищаешь флаг своей стороны, свою родину, и делаешь все для того, чтобы выиграть, там, выходишь, ты со своим оппонентом за рингом, может быть, там, какие-то товарищеские у тебя отношения, но в ринг ты вышел, все, это война, вы враги, и ты должен побеждать. Я не говорю сейчас, там, а был такой случай, пример, там, Май Тайсон с Холлифилдом боксировал, когда он ему откусил, там, ухо. Да, нет, конечно, такого делать нельзя. Это табу какие-то, вот такие боксерские табу, какие-то вещи, которые нельзя делать, я так понимаю, да? Ну, да, конечно, но есть каких-то таких ряд запрещенных приемов, где, там, сценарий идет не по твоему плану, вот, и можно их иногда и применить, и воспользоваться, вот, аккуратненько, чтобы никто не видел. Мы никому не расскажем. Да, мы никому не расскажем, но мы это и не вырежем. Скажи, пожалуйста, по поводу, вот, твоих, скажем так, ты постоянно в форме держишь себя, постоянно тренируешься, и кого ты тренируешься, правильно? Я тренирую сейчас в сборную команды своего клуба, вот, тренирую взрослую группу, сейчас недавно открыли свой зал, где у нас тренируются и дети, и взрослые, и девочки, и индивидуальный подход, индивидуальные тренировки, вот, каждый может себе в любом возрасте найти занятия у нас в клубе, поэтому, если у кого-то вдруг есть желание, возможность, будем радоваться. Мне для того, чтобы подробнее, знаешь, что такое лапки, да, 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 а у меня вопрос про приз, приз, кстати, был какой-то за победу в Париже? Тебе лишь бы приз. Ну, конечно. Знаете, вот с тренером отметили, была хорошая очень организация, хорошо встретили, поселили в классный отель, было хорошее питание, вот, а для спортсмена, это немаловажно, так как надо восстанавливаться, вот, и тебе не все равно, что, чем питаться, было все здорово, единственный минус, то, что обычно на каких-то профессиональных боях, там, дают какие-то кубки, там, здесь такого не было, может быть, с организацией. Не пояса даже не было? Ну, пояса, это не был, цитульный бой, чтобы вручили, но какие-то кубки, там, вот, обычно дают, а здесь, здесь нет, здесь нет. Ну, как-то же отметили, наверное, какая-то там грамота, что-то там еще, или вообще ничего? Грамота. Медаль, там, я не знаю, ну, хоть что-то. Молодец, конечно. Хоть какое-то подтверждение же должно быть участие. Я думаю, распечатали на принтере и отдали. Нет, ну, может быть, она выглядит как-то по-другому. Ну, это финансовая поддержка, как бы, да, поэтому... Это лучше, чем любая грамота, я думаю. Знаете, не ездили за медалями, за дипломами, там, за кубками, потому что это всего хватало. Гораздо, гораздо для меня значимее. Это вот поздравления родных, близких, друзей. Очень много поздравлений было в соцсетях. Допустим, только вчера отписался в Инстаграме, ВКонтакте. Вот, думаю, на днях уже... От друзей все, отписался. От друзей, да. Хватит не писать, ты меня поддерживаешь. Вас слишком много. Это, честно, очень-очень приятно, вот, и все меня поддерживают, и это еще больше меня мотивирует. Вот расскажи как раз-таки про них. Мне больше интересна такая психологическая составляющая. О чем ты думаешь перед боем? Вот, что помогает тебе настроиться? Может быть, какая-то музыка? Может быть, мысли о семье? Да, может быть, выходишь с какой-то музыкой, да. Что помогает настроиться? Вот, опиши, вот, буквально в двух словах, вот, час перед боем. Что происходит? Час перед боем. Есть как фильмы, когда вы наматываете на руки, там вот это все? Сидите, да, там такие все задумчивые. Мы писали одну из сцен... Из фильма, да, по-моему, да, да, да. Когда они там... Жан-Клод Ван Данн, стекло там, да. Да, да, стекло, да. Сразу понял. Конечно, стекла у нас нету, да, но руки наматываем. Тренер делает тейпы на руки. Вот, такие руки становятся как будто из пластырей, как вам правильно сказать, как будто загипсованные, вот. Что позволяет там уже еще ударить и не получить травму для руки, вот. Я слушаю музыку, у меня там есть ряд моих любимых. Подборка специальная. В основном, да, это рэп, который там настраивает, заряжает меня. Это прием каких-то фруктов, прием спортивного питания, настройка, разговор с тренером, разминка, работа на лапах, вот. Вот, и непосредственно там уже к выходу, там, у меня это молитва, там, я думаю, там, о Боге, чтобы не получить какую-то травму, чтобы соперник не получил травму, вот. Чтобы все было здорово и все шло по плану. А нет этого? Даже, вот даже, чтобы соперник не получил травму. Ну, так у тебя же говорили, что за призерами ринга это друзья. Насколько это, да, вообще все здорово. А нет такого звонка родным, близким, вот, прямо перед боем обязательно до? Возможности нет, потому что ты разминаешься, вот, интернет не всегда там присутствует, карточки особо тоже их нету. Ну, в принципе, это лишнее, снова там общаться с ними уже перед выходом из отеля позвонил, все, я уезжаю, удачи, всех обнял, целую, все, с Богом, поехали, поехали. То есть вот последний разговор. Ну, я думаю, они тебя в любом случае поддерживают и переживают за тебя, как будто, вот, как будто сами на этом ринге. Ну, вот, к сожалению, наша беседа подходит к концу, и нам хотелось бы услышать, думаю, нашим зрителям, возможно, кто-то начинает заниматься кикбоксингом и тайландским боксом. Что ты можешь посоветовать? Что я могу посоветовать? Конечно, это верить, верить в себя, работать над собой, заниматься, заниматься спортом, неважно, кикбоксингом, тайским боксом, всегда себя держать в форме, следить за питанием, вот, общаться с хорошими, правильными, нужными людьми. Всем спорт. А девиз какой-то? Всем спорт или никогда не сдавайся, там, возможно? Я думаю, слишком тривиально уже, никогда не сдавайся. Но все равно. Для каждого свой девиз. Конечно, сдаваться, сдаваться никогда не надо, никогда не надо опускать руки, у кого-то что-то не получается, обтряхнулся, поднялся и пошел дальше. И всегда за первое место. Наверное, вот так вот. Спасибо большое. Спасибо, Дим, большое. Да, успехов тебе, боевых успехов. Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Варец, чемпион мира и Европы по кикбоксингу и тайландскому боксу. Спасибо, Дим, большое. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова